Машгородка С объемом проведенных работ был ознакомлен сети менеджер Станислав Третьяков. Шли они 4 месяца. Новые насосы обеспечат максимально эффективную работу, сэкономят электроэнергию и улучшат напор в кранах жителей Машгородка. Эта насосная работает в автономном автоматическом режиме, безусловно под надзором оператора, также для обеспечения несанкционированного проникновения и в случае каких-то нештатных ситуаций. Здесь предусматривается два рабочих насоса, два резервных и два пожарных. То есть именно вот такой набор оборудования гарантирует практически 100% надежность работы. Для модернизации потребовалось выполнить и большой объем электромонтажных работ. На насосной заменена вся запорная арматура, установлены приборы учета. То есть в конечном итоге любой житель Машгородка, когда подходит к крану, открывает и видит хорошая чистая холодная вода, которая бежит с хорошим напором, не надо набирать ее в тазике, в банке, запасать, она всегда есть. И вот это, наверное, самое важное, чтобы житель понимал, он подошел к крану, кто получил чистую воду. Другой объект в рамках объезда скрыт под землей. Водопровод на территории школы номер 7 в Машгородке за последнюю пару лет ремонтировался пять раз. В конце июня, после окончания школьного лагеря, который сейчас проходит, заменить уже детальное отремонтирование трубопровода. Трубу длиной 70 метров представители водоканала договорились заменить совместными усилиями с администрацией. Работы начнутся уже с понедельника, когда в школе завершит работу летний лагерь. Решение многолетней проблемы позволит обеспечить стабильное водоснабжение учебного заведения. В Машгородке приступили и к уборке упавших деревьев. Почему заехали посмотреть? Где-то уже распилено, где-то еще не распилено, но уже с завтрашнего дня начнут вывозить. Поэтому людей приняли, транспорт нашли, но вот именно определить объемы, сколько чего осталось. Потому что я здесь был сразу после урагана 9 мая, и сейчас с Александром Юрьевичем решили посмотреть все-таки, сколько время это займет. Ну задача такая, до 5 июля вот эти дворы, север Машгородка и за прометаем выпили и вывезли. Только из двора по проспекту Макеева предстоит вывезти 30 уралов с ветками. Работы должны быть завершены ко дню Машгородка.